Доброе утро, друзья! С вами Тревел Эйв снова, и мы уже какой-то третий день в Бангкоке, да? Уже третий день незаметно настал, сегодня у нас гуляем, пусть пройтись. Сегодня мы наконец-то купили сим-каты за 599 бат, там неограниченный интернет, и на 30 дней он действует. Но на самом деле, как там рассказала Мила, что это все лохотрон для иностранцев, на местных можно купить карту 200 бат. И вот она наехала прям в аэропорту, она кому-то там схватила за бакенбарные жиденькие и сказала, что я знаю какие-то страны. Дай мне карточку, сказала она. В общем, да. Мы немножко добрые туристы немецкие, не привыкшие к этим боям, поэтому мы купили как положено. Да, 599 бат, в принципе тоже нормальная цена. 15 евро. Да, 15 евро, то есть окей. Касаемо карточки. Да, да, симка. Вот картинка, как выглядит фирма. АИС. АИС. Или A-I-S. Да. И в прошлом году что у нас было? D-TAC. D-TAC-A-T. Была, и тоже была неплохая. В этот раз мы взяли другую, нам помимо все этого, потому что у нее хорошее покрытие, да, и, ну, неплохой там. И какие у нас сегодня планы? Мы сейчас пойдем немножко прогуляемся по городу, сходим мимо Чайнатауна. Как обычно мы его очень любим. И пойдем на вокзал, купим билеты в Чангмай. Собираемся через пару дней двигать в Чангмай. Еще встретимся сегодня с Тамилой. Да. Сходим в кино, скорее всего. И потом вечером пойдем на очень классный рынок ночной, да? Да. Вот такое вот место. Красивенькое. Гордые, худые тайские голуби. Мы купили лист тайского чая, и вот тут мы такого встретили парня, я даже не знаю. Ребят, напишите, пожалуйста, внизу в комментариях, что это за животное. Там белочка похожа. Вроде похоже на белку, но мне кажется, это не белка нифига. Чуть-чуть похоже. О, его яйца, посмотри. Гигантская писюна у него. Ребята, кто это? Маленький яйца. Надо узнать, кто это. Ну, а что это белка, наверное? Похоже на белку, только на беленькое. Она красивая? Ага. Как и плохо, посмотри. Ее же бегать надо, прыгать, а она бедная с ума суть ходит. Блин, там уже это он. Я не знаю, как он уже прям назад сальто делает. Шустрый. Шустрый. Ну, это не серьезно, ребята. Очень прикольное существо. Друзья, вот мы шли-шли и случайно набрели на такой вот интересный, а может и не интересный, мы еще не знаем, парк. Но выглядит очень впечатляюще, так красиво, ухоженно, миленько. Может даже не парк никакой. Парк. Парк? Лиса говорит парк, нашла на карте. Как называется? Ну, как-то по-тайски. На тайском, да? Угу. Тайский парк, так и назовем его. А вот тут реально такое стремноватое место. Ванизм это такое, как канализацией пахнет. Тут есть канализация. Ну, можно сказать, это и есть, наверное, канализация. Вот. Такая контраст. Страна контрастов, реально. Шли-шли и набрели вот на какую-то кафешку с каким-то необычным кофе. Что за кофе? Объясни. Это дрип кофе, это который через фильтр проходит кофе. Вручную? Да. Попросите, если я не права, я не прям сильно классно знаю. Но это, по-моему, вот этим таким длинным носиком про фильтровывают водичкой. Этот кофеок. И в нем больше содержания, чем эспрессо в кофе. Кофеина? Ну, давайте посмотрим, что это такое. Ну, выглядит мило. Открывай. Вот такой прикольный. Довари-дриппак. Довари-дриппак. Мне нравится, здесь много таких... Прохладненько здесь. Какая-то галерея, какая-то искусство. Место интересное. Смотрите, даже прикольненько тут. Сейчас, секундочку. Очень стильный. Да, стильный портрет короля, здесь это симпатично. Мне кажется, не обязательно. Сейчас посмотрю. Она похожа на фасаде. Ага. Лиса заказала себе вот такой вот молоко в йоге и принесли с альдом и молочком. Выглядит очень прикольно. Мы снова на вокзале, отбежали билеты. Теперь, видите, в прошлый раз мы брали там специальную очередь возле туалета. Теперь она в четвертой, ну, в кассе. С первой по четвертой можно сказать. Это, да, билет в Чармай. Мы купили за сколько? За 2000 бат с копейками, да? В 2008 бат. В 2008 бат. Это делите на 40, получится евро. То есть это где-то 50 евро два билета. У нас второй класс. Нижние полки, они стоят чуть подороже, чем верхние. Но они более комфортные. Они широкие, потому что можно вдвоем, в принципе, спать. Но мы об этом уже много раз говорили. Посмотрите нашу подборку из Чармая. Важный момент, наверное, сказать, то, что обычно этот поезд, который правильный поезд, он обычно где-то... А потом раз и в новом месте. Да. Но в то же время, если бы вы, например, поехали днем, то бы вы ночевали, платили за отель и плюс еще билеты за проезд. Тогда бы платить только за поезд. То есть вы экономите время? И деньги. Здесь кафе не для слабаков. Если уже зашел, будь добр съесть. Иначе колючая проволока тебя не выпустит. Не выйдешь, пока не сидишь все. Да. Страшно думать, чем здесь кормят. Вот моя великолепная жена. Мы не изменяем нашим традициям. Мы около вокзала, конечно, мы зашли в нашу любимую супенью. Если вообще ее можно назвать, такая вот штука. Мы про нее снимали уже в видео. В этом даже не один раз. И вот здесь мы любим поедать супчик. Вот что меня расстраивает, что здесь местное бульон. Ты, конечно, заказываешь без мяса, но там можно дистиллировать из него целую курку. Не курицу, а корову. А у меня с мясом, у меня с уточкой. Очень вкусно. Мы с моими любимыми яичными макаронами, такие желтые. А у Лисы ее рисовые макароны такие... Широкие. Широкие, да. Друзья, пока мы не ушли далеко от этого места, где мы только что поели супчик. Это два супа. Это два супа. Я заплатил 60 бат. 60 бат – это полтора евро. А почему ты так сделал? Наверное, потому что Лисы ел как без мяса, а я с уткой. То есть, в принципе, это очень-очень... Из-за этого нас одинаково почитали. Из-за тебя и из-за меня. А как ты об этом узнал? Ну, если 60 бат – это 30 бат – это 30 бат. Вряд ли мой 25 – это 30 бат. Нет. Твой мог стоить Вадим 40, а мой 20. Ну, в общем, я не знаю как, но полтора евро за два офигенских супа. И они реально сытные. Вот мы пришли на Chinatown. И тут уже дети такие все купаются в бассейне, в ванной. Have a nice day. Bye-bye. Я обожаю, я обожаю Chinatown. Посмотрите на этот прикол, да? Вы заходите, здесь прямо живут люди. Здесь… Hello. Здесь просто везде такие маленькие проходники. И мы сейчас выйдем в один из лабиринтов, да? В один из лабиринтов Chinatown. Это просто… В прошлом году мы здесь попали в жуткий вивень. И тут просто все текло. И мы так и идем. А тут катаклизмы какие-то, знаете, как апокалипсис сегодня. Класс вообще. Так круто. И здесь реально жилые человеческие дома. Ну, это как бы на самом деле грустненько тут жить. Но туристу это интересно. Котик. Hello. Это реально круто. Просто офигенские морепродукты здесь. Свежайшие просто, класс. Очень здорово. Вау. Я не вижу только цену. Смотрите, каких только крабов, раков, кальмаров только нету. Ничего себе. Вау. Круч. Смотрите, какой гигантский физалис. По сравнению с рукой видите? У нас такие маленькие продаются, а тут просто гигантусы. За 3 евро такой пакетик. А вон уже приготовленные, смотрите, ой, дождь начался. Приготовленные морепродукты. Очень вкусный физалис. Мы уже попробовали, он просто божественный. Какой сладкий, такого я еще никогда не ела. Присели мы, короче, на Тук-Тук. Сейчас двигаемся на встречу с Томилой. Сиам Барагон, этот магазин, в котором были вчера. Здорово. Смотрите вчерашнее видео. Внизу вам ссылочка будет. Не вчерашнее. В Чечне уже день не вчера? Ну, мы вчера там были, да. Ну, скажем, в Чечне городе. Практично. Вот. И сейчас встретимся, пойдем в кино. Там столько людей на Тук-Туку. Мы остановились, все почти на Тук-Туке едут. Мы уже прошли в IMAX. А у нас 4, 4, да? 4D будет? У кого? У нас будет 4D? Нет. Нет? У нас будет IMAX. Ну да, логично, я же говорю. И вот здесь мы в автомате будем покупать и в юбилейский. Так. Мы купили Копкорн, сейчас уже идем на наш сеанс. Да. Вон Тамила с ее Копкорном. И вот мой Копкорн. А мой, а мой. Я только уже снял. Дорогие фанаты, мы к вам взрываем. До Коля. Да. Мы вышли из кино, и это было реально круто. Мы ее запикаем. Это было реально круто. Потому что очень такой классный кинотеатр. Даже в Германии я их еще не видел. Геганский. Ну, хороший IMAX, да. И звук афиганский. И звук афиганский. И пролетел. Фильм был Avengers или как-нибудь Мстители. Мстители. И конец меня разочаровал, я его не понял. Бескойлер. Да, Бескойлер. Может кто посмотрел, объясните. Ну, хватай раз уж и ровно, просто как бы о задаче. Напишите внизу в комментариях, чем закончился фильм, и как это понять вообще все. Что все это значит. Ждали Будды, Вадим. Понятно? Восстанет из мертвых. Я не понял вообще. Почему? Что произошло? Кто? Кто убил? До свидания. Так, друзья. Мы приехали на ночной рынок. Мы еще здесь ни разу не были. Посмотрим, как здесь все. Так, здесь симпатично. Желаем музыку. Я слышу что-то очень интересное. Воу. Там Мила только что сказал, что этот рынок называется Train Market. Потому что здесь раньше была, ну, понятно, станция, такая, платформа. Ну, ладно, раньше вот это все было. К сожалению, не все там записал. Это были вагонные всякие депо. А теперь Глашины рынки. Прикольно. Вот она станция. Прикольно. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Добрый вечерок, друзья. Вот мы и снова на Каусан Роуде, недалеко от нашего хостела. Наш сегодняшний день заканчивается. Или уже, можно сказать, закончился. Мы возвращаемся, идем спать. Надеюсь, вам понравилась наша маленькая экскурсия. И присоединяйтесь к нашему каналу. Ставьте лайки там. Вы знаете, что делать. Вы знаете, что делать, друзья. Поддержите нас, мы будем вам очень благодарны и рады. В общем, все. Путешествуйте с нами. Пока.